В Актобе после жесткой критики горожан чиновники пытаются проанализировать, почему каждую весну город уходит под воду. Аким Актобе уже признал, что причина нынешнего потопа – слабая работа коммунальных служб. Мурад Жеребеков лично подтвердил, снег из города вывозился не в полном объеме, а все потому, что не хватает специальной техники. Да и денег, по его мнению, выделяется мало. С последними новостями из паводка опасной зоны Динара Оркумбаева. В Актюбинской области сохраняется паводкоопасная ситуация. Жители из разных районов делятся кадрами, как им приходится спасаться от большой воды. Особую тревогу в эти дни вызывал Байганинский район. Там из-за резкого потепления в степи мгновенно растаял снег. Вода затопила сельские дороги, мосты, переправы. Жители аула Алтай-Батыр все еще отрезаны от внешнего мира. На дороге Уймаут-Харау-Гильде в районе поселка Алтай-Батыра, там на реке Сагас, имеется водопропускное сооружение. Большой поток воды пришел со степей. Водопропускное сооружение не смогло пропустить его. И там произошел размыв дорожного полотна. Это дорога местное значение. Накануне Аким области вместе со специалистами ДЧ совершил облет двух районов. В Алгинском ознакомился с состоянием плотин, в Темирском проинспектировал дорогу Шубарку-Дукуил. Из-за резкого потепления и обильных снегопадов на 16-м километре трассы возникла угроза перелива талых вод со степи. Утверждается, что сейчас все под контролем. А вот Аким города действительно удивил. После шквала критики чиновник решил признать все свои слабые стороны. Сделал это через соцсети. На официальной странице Акимата Мурат Журебеков назвал три причины, почему город ушел под воду. Первая. Снег вывозили не в полном объеме. Это чиновник связывает с нехваткой спецтехники у подрядчиков и недостаточным финансированием из бюджета. Вторая. Неразвитая система водоотведения. И третья причина. Отсутствие современного оборудования для борьбы с паводками. Между строк Журебеков посетовал, конечно, и на погоду. По его словам, снега в этом году выпало почти в два раза больше, чем в прошлом. А потепление пришло на три недели раньше, чем весной 2022-го. Впрочем, этим чиновник напомнил всех своих предшественников. Как правило, каждый раз после потопов. Акимы жалуются на непредсказуемые погодные условия. На сегодняшний день откачано на территории города 20 тысяч кубов воды. Данные мероприятия на контроле у Акима города. Как вы видите, у нас по городу работает более 100 машин. Было очищено русло реки Женешке. Сейчас, в данный момент, проводится демонтаж старого моста. Проводится на этой неделе полностью закончим. В Акимате сейчас очень верят в прогнозы синоптиков. Специалисты обещают, что, несмотря на плюсовую температуру днем, ночью столбики термометра будут опускаться ниже нуля. Это позволит избежать резкого таяния снега. И октябинцы с наименьшими утратами переживут капризный март. Динара Оркумбаева, Даньяр Матгулов, КТК, Октябинская область.